Добрый день, дорогие зрители! Мы буквально пару минут решаем технические вопросы, запускаемся на другой площадке и будем начинать нашу лекцию «Уход за грудью во время грудного вскармливания». Добрый день, дорогие мамы, дорогие будущие мамы! Мы продолжаем наши лекции и сегодня мы хотели бы поговорить на тему «Уход за грудью во время грудного вскармливания». Тема очень актуальная и, наверное, одна из самых важных тем, потому что именно «Уход за грудью», «Правильный уход за грудью» позволяет маме сохранять длительное грудное вскармливание. Меня зовут Виктория Казанцева, я врач-акушер-гинеколог, специалист по грудному вскармливанию и медицинский эксперт компании «Филипп Савент». Также, как обычно, хотелось бы вам напомнить о том, что все наши лекции мы сохраняем на наших площадках в Инстаграме, ВКонтакте. И если вы упустили какой-то момент, либо пропустили какую-то лекцию, вы всегда можете вернуться и обратиться к этому материалу, посмотреть всю интересующую вас информацию в тех лекциях, которые у нас есть на наших площадках, еще раз повторюсь, в Инстаграме и ВКонтакте. Помимо этого, также есть приятная новость, уже не первый эфир, мы проводим конкурсы. Этот эфир не исключение, и в конце эфира в сторис появятся три вопроса. Первые три человека, которые правильно ответят на вопросы, получат от нас подарки. Подарки сегодня — это пустышки «Ультраэйр» «Филипп Савент». Если говорить о нашей теме и возвращаясь к теме ухода за грузью во время грудного вскармливания, первое основное, конечно, хотелось бы сказать о том, что на нашей лекции мы рассмотрим вопросы не только ухода, но и тех ситуаций, которые могут возникать и затруднять грудное вскармливание. Поговорим о трещинах сосков, о плоских, втянутых сосках, о тех анатомических особенностях, которые есть у мам. И иногда мамы теряются в многообразии информации, достаточно сложно найти правильные рекомендации. Поэтому, конечно, сегодня постараюсь дать вам максимально полезную информацию и расскажу о этих моментах. Итак, начиная нашу лекцию, остановлюсь на том, что уход за грудью, правильный уход, он, конечно, должен быть на протяжении всего грудного вскармливания. И он, именно он, будет влиять на длительность грудного вскармливания, потому что помимо самого кормления малыша, есть еще ситуации, при которых мама может быть вынуждена отказаться от грудного кормления, либо у нее будут возникать какие-то сложности. При правильном уходе мы можем избежать этих сложностей, и таким образом мама и ее малыш долго будут оставаться на грудном вскармливании, и получать малыш будет, конечно, самое лучшее и самое ценное — грудное молоко. Итак, переходим к основным правилам ухода за грудью. И первое, о чем мы поговорим, это общее состояние груди, за которым всегда мама должна следить. Необходимо следить за состоянием груди. И если вдруг у мамы возникают какие-то сложности, возникают нагрубания молочных желез, либо застой молока, решать эту проблему нужно сразу. Нельзя тянуть, потому что любое промедление в этих ситуациях может приводить к проблемам более серьезным, таким как мастит. И вот чтобы этого не было, мама должна не только следить, но и при наличии этих ситуаций она должна пользоваться теми средствами, которые есть. Это делать теплые компрессы. Делать теплые компрессы мама может при помощи термонакладок, прикладывая их в теплом виде к молочной железе в среднем на 10-15 минут перед сцеживанием, либо перед кормлением. Ну и, конечно, сцеживаться до комфортного состояния, если у мамы есть такая проблема, как застой или нагрубание молочных желез. Что значит сцеживаться до комфортного состояния? Это значит, что мама сцеживается только до состояния облегчения. Ей не нужно сцеживаться полностью, потому что любой отток молока, чем больше молока ушло из груди, тем больше прибудет в следующий раз. Это, конечно, такая ситуация, которая может привести к вактостазу. Чтобы этого не было, мы сцеживаемся только до комфортного состояния. После этого мама, конечно же, может наблюдать за своей грудью уже непосредственно на протяжении периода до следующего кормления. Вторая рекомендация, которая также является достаточно важной, это рекомендация по подбору нижнего белья во время кормления. Бюстгальтер должен быть без косточек, он не должен сдавливать молочные железы, потому что любое давление во время грудного вскармливания на молочную железу будет способствовать развитию лактостаза, что, конечно, тоже является очень такой сложной ситуацией. Такого не должно быть. Помимо этого, мама должна подбирать бюстгальтеры, которые будут поддерживать молочные железы, потому что, что во время беременности, что после рода, во время грудного вскармливания, бюст достаточно сильно увеличивается в размере. И здесь нужно подбирать белье, которое будет поддерживать молочную железу и не будет его передавливать, как я сказала. Помимо этого, конечно, нежелательно использовать какие-то кружевные варианты, либо варианты, которые имеют швы непосредственно в чашечке, потому что это может провоцировать раздражение и приводить к тем самым трещинам сосков. Чтобы этого не было, мы выбираем бюстгальтер, который подходит для кормящих мам. Сейчас большой выбор подобных вариантов, и мама не только может выбрать наиболее комфортный вариант для себя, она может выбрать тот вариант, который позволит ей кормить малыша в любой ситуации и не будет вызывать каких-то дополнительных трудностей со стороны мамы. Следующие рекомендации, это, конечно, наверное, главная и основная рекомендация, это гиена молочных желез, которая должна осуществляться на постоянной основе, которая должна быть каждый день. И вот здесь очень важно понимать, что грудь не нужно мыть перед каждым или после каждого кормления. Достаточно ополаскивать грудь один-два раза в день, либо делать это тогда, когда вы принимаете душ. Почему именно такой вариант? Потому что при этом варианте соблюдается то самое правило, когда мы не смываем защитный секрет с молочной железы и не вызываем пересушивание около сосковой области, тем самым мы не способствуем появлению трещин. Вторая рекомендация, это, конечно же, использование вкладышей в бюстгальтер. Немножко подробно хотелось бы о них рассказать. Вкладыши Philips Avent, они находятся каждый в индивидуальной упаковке. Упаковка запечатана, и это позволяет вкладышу оставаться гигиеничным внутри упаковки. Помимо этого, вкладыш имеет такую линию, по которой он склеен. И когда мама раскрывает вкладыш, внутри он полностью остается у нас гигиеничным. Пористая поверхность вкладыша позволяет, она гипоаллергенна и позволяет полностью прилегать к груди, позволяет впитывать большой объем молока и не вызывать раздражение. Также здесь есть две вот такие вот липкие ленты, которые хорошо крепят данный вкладыш в чашечку бюстгальтера, что способствует тому, что он никогда не сдвинется, и молоко будет находиться непосредственно в самом вкладыше. О вкладышах я рассказала, и, конечно, если добавлять еще про гигиену молочной железы, то здесь, наверное, стоит сказать о креме, который нужно использовать во время грудного вскармливания. Крем для сосков обычно используется в тех ситуациях, когда у мамы есть либо какие-то покраснения, либо микроповреждения. Они не вызывают какой-то сильной проблемы со стороны мамы, но, тем не менее, тоже нуждаются в уходе. Кремом мы пользуемся на основе лонолина, который абсолютно безвреден, его можно не смывать перед кормлением, и он никак не влияет на малыша, можно кормить непосредственно, не ополаскивая грудь перед кормлением. Наносится обычно такой крем после кормления, чтобы действовать на протяжении того времени, пока мама не покормит малыша в следующий раз. Следующая рекомендация, которую тоже достаточно важно соблюдать во время грудного вскармливания, это рекомендация по уходу за молочными железами. Она связана именно с массажем и с компрессами, которые можно использовать. Что касается массажа, то здесь все достаточно просто. Когда мы делаем массаж молочной железы, мы способствуем своего рода притоку крови в молочную железу и тем самым способствуем более продуктивной работе молочных желез. Здесь массаж мы можем проводить теплой струей воды, допустим, в душе, круговыми движениями. Это также хорошо помогает при тех ситуациях, когда у мамы есть незначительные нагрубания. Тепло способствует оттоку молока. А такой душ, теплый душ, он позволяет как раз, чтобы крови делать тот приток, который необходим. Помимо этого, также важно помнить, что компресс мы можем делать при помощи термонакладок. Мы можем прикладывать теплые термонакладки. Я о них тоже вам немножечко расскажу. Если у мамы нет свободного времени, она не может пойти в душ и сделать полноценный массаж, она может использовать вот такую термонакладку. Что позволяет делать эта многофункциональная термонакладка? Используем мы ее либо перед кормлением, либо непосредственно перед сцеживанием. И это позволяет спровоцировать приток молока и лучший в результате отток молока. Мы кладем термонакладку в горячую воду. Она становится у нас теплой. В среднем где-то это 10-15 минут. Затем мы надеваем на нее вот такой чехол. Покажу, как это делается. Это достаточно легко. Мы одеваем чехол и используем термонакладку уже непосредственно с самим чехлом. Прикладывать термонакладку что в теплом, что в охлажденном виде без чехла нежелательно. Поэтому используем вот таким вот образом. Чехол очень мягкий, приятный к груди. И тем самым чехол еще помогает уменьшить то влияние либо тепла, либо прохлады, которая есть в накладке. Таким образом мы тоже можем помогать нашим молочным железам, если они нуждаются в подобном уходе. Если все-таки мама следует всем рекомендациям, правильно ухаживает за молочными железами, правильно сцеживается в том режиме, в котором необходимо. Но у нее возникают какие-то сложности непосредственно во время грудного вскармливания. Никто от них не застрахован. И если у мам появляются, например, трещины сосков, то что мы можем сделать здесь и как мы действуем в подобных ситуациях. Наверное, начну с того, почему они появляются. И вот та самая причина появления, она, конечно, будет у нас основной, потому что именно она должна быть устранена. Пока мы не решим причину, не устраним причину, не найдем, нам будет достаточно сложно справиться с самой ситуацией. Итак, основная причина трещин сосков — это все-таки неправильное прикладывание. Я остановлюсь на прикладывании тоже достаточно подробно, потому что это, наверное, один из основополагающих моментов. Если мама прикладывает малыша неправильно, она может наблюдать, что малыш захватывает сосок не полностью. Он захватывает либо только сосок, не покрывая ореолу соска. Он может подгибать нижнюю губу, и тогда захват тоже будет происходить достаточно неправильно. Во время кормления он может издавать какие-то причмокивающие звуки, какие-то посторонние звуки, и мама сразу, конечно же, их услышит. Она сразу поймет, что малыш приложился неправильно. Щечки малыша, они будут не надуты, они будут в палы, и вот такое сосание, оно не будет приносить ни пользы ребенку, потому что он не сможет наедаться, но и будет приносить определенную травматизацию непосредственно самого соска во время сосания. Чтобы этого не было, мы должны правильно прикладывать малыша к груди. Мы подносим малыша к груди, а не нагинаемся к малышу. Мы стараемся сесть удобно, так как будет удобно вам, и только потом прикладываем малыша к себе. Перед тем, как малыш захватит грудь, необходимо, чтобы вы полностью контролировали этот процесс, помогли малышу правильно это сделать. Для этого вы можете дотронуться кончиком соска до уголка рта малыша. Обычно это срабатывает очень хорошо, у детей выражен этот сосательный рефлекс, он поворачивает голову в вашу сторону и широко открывает рот. Вот именно в этот момент вам желательно правильно вложить грудь в ротик малыша, так чтобы он захватил большую часть ореолы, не только сосок. И если все-таки он не захватывает полностью ореолы всю, тогда желательно, чтобы он захватил большую часть снизу, щечки у малыша будут надутыми. Он будет совершать не только сосательные движения, но вы будете слышать, так как он совершает и глотательные движения. И следя за этим процессом, конечно, вы сможете контролировать и наличие этих самых трещин. Чтобы их не было, мы должны научиться правильно прикладывать малыша, следуя тем советам, которые я уже дала. Помимо этого, конечно же, если все-таки трещины уже появились, нам обязательно нужно решить этот вопрос. И что мы делаем в этом случае? Первое, это, конечно же, помним о правилах гигиены. Не следует мыть грудь перед и после каждым кормлением. Это провоцирует вот ту самую пересушенность сосков. Она приводит обязательно к появлению микротрещин, затем больших каких-то трещин. И все это вызывает у мамы и болезненные ощущения, и состояние дискомфорта во время грудного вскармливания. Помимо того, что мы ополаскиваем и моем грудь один-два раза в сутки, этого достаточно, да, мы не забываем о том, что кормить малыша в такой ситуации лучше всего в защитных накладках. Накладки помогают нам избежать вот этого механического повреждения, да, постоянного, которое происходит во время сосания. Мы накладку одеваем на грудь и таким образом защищаем ее от механических повреждений во время сосания малыша. Носится она только в момент кормления. После кормления мы ее убираем до следующего кормления и не используем. Конечно, если возникают ситуации, когда трещины очень глубокие, накладка, она будет снижать не только вот эту механическую травматизацию, но и болевые ощущения со стороны мамы, что тоже достаточно важно. Также помним о том, что кормление в накладке – это такая более лечебная мера, нежели профилактическая. Просто так накладку для профилактики мы не используем. Мы ее используем только тогда, когда она действительно нужна. Помимо этого, повторюсь еще раз, мы используем вкладыши в бюстгальтер, потому что то молоко, которое подтекает во время кормления, оно может провоцировать мокнутие соска, а мокрая нежная кожа, она более подвержена различным микроповреждениям. Поэтому пользуйтесь вкладышами. Это тоже основа и профилактика развития трещин сосков. Помимо этого, крем, о котором я уже говорила, не буду на нем останавливаться, но во время трещин сосков мы можем его также использовать. Если ситуация складывается таким образом, что мама настолько подавлена этой ситуацией, ей настолько больно кормить своего малыша, и она просто физически не может этого делать, то, конечно, не нужно терпеть эту боль, не нужно, не знаю, геройствовать. Лучше всего сделать небольшой перерыв, но перерыв нужно делать тоже достаточно правильно, чтобы это не привело к проблемам ни в дальнейшем с кормлением, ни привело к проблемам мастита или застоя молока в молочных железах. Что мы делаем? Если возникает такая проблема, мы не можем прикладывать малыша к груди, мы начинаем с вами сцеживаться, и сцеживание обязательно должно происходить в режиме кормления. Вот если вы кормите своего ребенка каждые 2-3 часа, то сцеживаться вы должны точно таким же способом. Каждые 2-3 часа продолжительность кормления и сцеживания в среднем она одинакова. Единственное, что сцеживание может проходить немного быстрее. И здесь хотелось бы вам рассказать о молокоотсосе Филиппса Вент, об электронном молокоотсосе. Почему именно об электронном? Потому что именно электронный молокоотсос позволяет сцеживаться настолько постоянно, каждые 2-3 часа, и не вызывать каких-то сложностей со стороны мамы. Электронный молокоотсос имеет блок питания, и здесь мама может выбирать не только режим стимуляции, не только делать так, чтобы само сцеживание имитировало процесс кормления, но и выбирать силу вакуума. Сначала, когда мама включает молокоотсос, он начинает работать в режиме стимуляции, и в таком режиме он должен проработать не менее 2-3 минут, иногда даже 5, для того, чтобы начался приток молока. После мама может переключить один из трех режимов сцеживания, тот, который будет комфортен ей. И при трещинах сосков это очень важно, потому что сила вакуума тоже влияет на болевые ощущения. Поэтому лучше выбирать минимальный режим, и сцеживаться именно в минимальном режиме. Помимо этого, сам молокоотсос сделан достаточно удобно, он имеет уникальную конструкцию, позволяющую маме сидеть достаточно ровно, ровно, не наклоняясь непосредственно вперед, для того, чтобы молоко давало лучший отток. Также, если говорить о дальнейших действиях, которые должны быть выполнены мамой при наличии данной проблемы, то это, конечно, ношение определенных аксессуаров, которые помогают создавать эффект воздушной ванны. Почему нужда воздушная ванна, я тоже немножечко об этом расскажу. Именно когда у нас появляется какая-то трещина, да, либо повреждение, наверное, на таком более банальном примере расскажу. Если даже мы немного где-то порезались, мы замотали палец санипластом, и так проходили целый день. После того, как мы снимаем пластырь, получается, что ранка у нас не подсохла, она не зажила и осталась примерно на том же этапе, да, на котором была до того, как мы обмотали ее санипластом. С трещинами история состоит примерно так же. Если мы имеем, да, такую ситуацию, одеваем нижнее белье, вкладываем вкладыш для впитывания, потом у нас есть еще какая-то верхняя одежда, все это создает такой определенный парниковый эффект, и эта трещина, она не будет заживляться нужным образом. Что бы этого ни было, мы можем использовать те самые воздушные ванны, о которых я уже сказала. Что это нам дает? Воздушная ванна позволяет заживать этой трещине гораздо быстрее. Делать эти воздушные ванны нужно между кормлениями, и так как маме не совсем эстетично, да, ходить в таком виде, созданы специальные приспособления, они называются накладки вентилируемые. Есть накладки для сбора грудного молока, в комплект которых входят вентилируемые накладки. Немного расскажу о них поподробнее. Вентилируемые накладки сделаны для того, чтобы не травмировать уже поврежденный сосок и позволять проходить вот той воздушной ванне, о которой я уже сказала. Накладка имеет вот такую силиконовую подушечку, которая непосредственно располагается на груди и создает определенное комфортное давление для того, чтобы не было застоя молока, и молоко отходило непосредственно в накладку. Молоко может собираться в накладке, сосок располагается по центру, не задевая стенок, и тем самым, конечно, нет никаких болевых ощущений у мамы. Сосок располагается по центру, а сама накладка своим пластмассовым корпусом, она имеет отверстие. И вот эти отверстия позволяют правильно циркулировать воздуху и тем самым подсушивать уже имеющуюся трещину. Эти накладки, они будут способствовать более быстрому заживлению в тех ситуациях, когда мама все-таки столкнулась с данной проблемой. Ну и, конечно, не забываем о том, что если вдруг возникают более какие-то серьезные проблемы, если мама испытывает сильную боль, сильный дискомфорт, действительно не может кормить ребенка достаточно долго, если появляются какие-то кровоточащие выделения, то это все повод немедленно обратиться к врачу. Обязательно обращайтесь к своему лечащему доктору, не ждите, когда ситуация разрешится сама собой, потому что очень часто случается так называемый каскад вот этих всех ситуаций, и это приводит иногда к такому не очень хорошим последствиям. Например, у мамы есть трещины сосков достаточно глубокие, она не может приложить малыша, и у нее происходит застой. А наличие таких повреждений само по себе является своего рода входными воротами для инфекции. А любая инфекция, которая присоединяется к лактостазу, к застою молока, она может вызывать мастит. Так вот, чтобы этого не было, на каждом этапе лучше всегда обратиться к доктору, получить качественные рекомендации, и, следуя этим рекомендациям, решать те или иные вопросы и продолжать грудное вскармливание в том режиме, в котором комфортно именно вам. Также, помимо трещин, хотелось бы еще остановиться на одной достаточно частой проблеме, которая случается у многих мам. Встречается она, конечно, не так часто, как трещины, но, тем не менее, имеет место быть. Это плоские либо втянутые соски. И здесь проблема, она, наверное, заключается в том, что, в принципе, сразу после рождения мама не может приложить своего малыша к груди. Для мам это своего рода стресс, для ребенка тоже. И если мама не подготовлена и не знает, что у нее есть эта проблема, в период беременности не был решен этот вопрос, то, конечно, это не вносит какой-то радости в их грудное вскармливание. Чтобы этого не было, есть несколько простых способов, как мама может определить, что она столкнулась с такой ситуацией, что у нее действительно есть проблема плоских или втянутых сосков. Первое, что необходимо сделать, это попробовать надавить на околососковый кружок. Если сосок при этом втягивается, то это говорит о том, что, скорее всего, при захвате малыша будут возникать подобные сложности. Второе, наверное, более такая... Явная ситуация, когда маме становится все понятно, это когда сосок не выступает над поверхностью ореолы. Он может быть прям как бы на одном уровне с ореолой, либо может быть немного втянут, проявляться такой незначительной как бы выемкой в области ореолы. Если мама наблюдает все эти состояния, то, конечно, она может понять, что у нее есть эта проблема. Ну и когда уже появляется малыш, здесь все становится более очевидно, потому что мама изначально видит, что ее ребенок не может приложиться к груди, не может присосаться. И дети из-за этого становятся капризны, и начинают много плакать. И, конечно, мама начинает очень сильно переживать. К счастью, сейчас это тоже не та ситуация, которая могла бы прервать грудное вскармливание. И грудное вскармливание продолжается. Как это делается и какие рекомендации есть здесь? Конечно, первой рекомендацией является массаж самого соска. Мы можем захватить сосок между большим и указательным пальцем. Это все нужно делать достаточно аккуратно, чистыми руками. И в течение 30 секунд делать такие поворачивающиеся движения, которые не вызывают болезненности у мам. Все делается очень аккуратно, осторожно. И такой вот массаж не должен быть постоянным. В среднем 1-2 раза в день. Помимо этого, большую роль играет вытягивание соска при помощи молокоотсоса. Здесь тоже, как, наверное, и во всем, главное соблюдать ту золотую середину и не перестараться. Как мы это делаем? Я бы рекомендовала делать это опять-таки при помощи электронного молокоотсоса, потому что мы можем регулировать именно силу вакуума. Делать это нельзя больше минуты. И в среднем в день вот такая стимуляция, она не должна быть больше 2-3 раз. Мы прикладываем молокоотсос к груди, нажимаем на кнопку включения, он начинает работать в режиме стимуляции. И вот в режиме стимуляции в среднем до максимальной минуты мы можем стимулировать сосок для того, чтобы он немножечко вытянулся. И после этого обязательно нужно прикладывать малыша к груди и давать ему возможность присосаться. Потому что вы вытянули, вы как бы поспособствовали первоначальному этому этапу. А второй этап формирования соска уже будет непосредственно делать ваш малыш. Также, если малыш не может приложиться к груди, но нам нужно его покормить, мы должны помнить о том, что в таких ситуациях есть защитные накладки на соски. И можно кормить малыша именно с помощью таких накладок. Немного подробно тоже о них расскажу. Останавливаюсь только на том, что эти накладки позволяют в течение какого-то времени кормить малыша. И они со временем формируют сосок. Кормить в них тоже нужно до того момента, пока малыш сам не сможет захватить грудь. Как только малыш начинает кормиться, вы видите, что он может кормиться без накладки, конечно, использовать дальше накладку не рекомендуется. Что касается накладок на соски, то они ультратонкие, они сделаны из силикона, не имеют ни вкуса, ни запаха. И для малыша это тоже достаточно важно. Они есть нескольких размеров. Размер напрямую зависит от вашего размера соска. Подбираются они по размерам, как я уже сказала. Крепятся они вот таким вот горизонтальным образом. И имеют две выемки. Первая сверху, вторая снизу. Эти выемки позволяют малышу правильно прижиматься подбородком груди. А верхняя выемка позволяет малышу чувствовать мамин запах. Что тоже очень важно во время грудного вскармливания. Еще одна рекомендация, которая может быть полезна при наличии вот такой вот ситуации, это ношение формирователя соска. Формирователь соска, он оказывает определенное давление на околососковую область. Тем самым тоже способствует такому небольшому выталкивающему эффекту. И помогает формироваться сок уже после рождения малыша. На этом основная информация по уходу за грудью, наверное, закончена. Но хотелось бы еще раз пройтись по тем основным моментам, которые будут полезны для каждой мамы. И первое, опять-таки напомню, подводя итог, первое, за чем мы должны следить, это общее состояние груди. Не допускайте застоев, либо нагрубания молочных желез. Второе, это подберите обязательно тот бюстгальтер, то нижнее белье, которое будет подходить именно вам. Соблюдайте гигиену груди. Это очень важно и помогает в предотвращении многих ситуаций, таких как трещины сосков. И обязательно делайте массаж груди, если в этом есть необходимость. Если вы почувствовали незначительное нагрубание, тоже можете делать массаж груди. Делать его нужно правильно, как я говорила, по часовой стрелке. Помимо этого, не забывайте, что вовремя приобретенные какие-то девайсы, они, конечно, помогают мамам. И меня очень радует тот факт, что мы живем тогда, когда все эти приспособления, конечно, у каждой мамы есть. Ну и если у вас возникают сложности, если есть какие-то проблемы с грудью, либо с процессом грудного вскармливания, никогда не откладывайте визит к доктору. Обязательно проконсультируйтесь со своим доктором, проконсультируйтесь с мамологом, если в этом есть необходимость. И следите за состоянием молочных желез. Сейчас я отвечу на те вопросы, которые вы задавали во время прямого эфира. И первый вопрос звучит так. Очень хотелось бы послушать про кризы груди. Как сохранять СГВ? Что касается кризов, то это целая большая отдельная тема, но мы на ней тоже можем немного остановиться. Обычно кризы, они связаны с тем, что уменьшается количество выработки молока. Это связано не только с какими-то гормональными изменениями, которые происходят постоянно в женском организме, но также это связано с тем, что малыш очень быстро растет. Рост малыша, он не планомерный, он имеет какие-то свои скачкообразные моменты. И вот в эти моменты малыш вырастает настолько, что мама не успевает перестроиться под его растущие потребности. Возникает это чаще всего где-то на третьей, шестой, восьмой неделе грудного вскармливания, потом уже, когда малыш становится более старшим. Но большую сложность вызывают, конечно, эти кризы, которые идут до шести месяцев, потому что прикорм еще не введен, а кормить ребенка чем-то нужным. Криз проявляется, как правило, снижением выработки молока. Мама может чувствовать такое чувство опустошения в груди, грудь не наполняется, как раньше. Ребенок может не наедаться одной грудью. Он становится беспокойный, молока достаточно мало, он просит, чтобы мама дала ему вторую грудь. Промежутки сна могут у него значительно уменьшаться. И это, конечно, тоже добавляет своей такой нервозности. Что мама должна сделать в этом случае? Первое, это, конечно же, успокоиться. Любые лактационные кризы, они не заканчиваются. Это такое транзиторное состояние, это временное состояние, которое проходит в среднем за 3-5 дней. У кого-то дольше, у кого-то меньше. И в эти дни мама должна максимально расслабиться, максимально постараться уделять больше времени своему малышу, проводить с ним практически и день, и ночь, должна провоцировать малыша на постоянное сосание и прикладывать малыша так часто к груди, как он этого хочет. В эти моменты мама может уединяться с ребенком, она может проводить с ним время непосредственно, и в ночное время она может находиться с ним, кормя и увеличивая ночные кормления. Помимо этого, она может стимулировать выработку молока, допустим, какими-то определенными средствами сцеживания, либо прикладыванием теплых термокомпрессов. И здесь мама должна, конечно, проявить определенную настойчивость, потому что любая мамина слабость и предложение смеси малышу в этот момент, оно будет провоцировать снижение выработки молока. Поэтому первое, чаще прикладываем малыша к груди, создаем условия, когда вы будете находиться с ним и день, и ночь в течение вот этих трех дней, позволяем себе больше жидкости потреблять в эти дни. Это могут быть какие-то лактогенные чаи, это могут быть компоты, морсы, все то, к чему вы привыкли. Следим за своим рационом питания и часто-часто прикладываем малыша к груди. Эти проблемы, они решаются, они достаточно часто встречаются и не должны вызывать у мамы каких-то сильных стрессов и переживаний. Следующий вопрос. Звучит он следующим образом. Как спасать грудь, когда появляются зубки? На самом деле тоже действительно очень хороший вопрос, как спасать грудь, потому что когда наши маленькие зубастики понимают, что они могут что-то укусить, они обязательно начинают кусать не только свои кулачки, свои игрушки, они обязательно начинают кусать и мамину грудь. Здесь все, конечно, зависит от того возраста, в котором прорезываются зубки. Если малыш постарше, то ему уже можно объяснять, допустим, начиная от полугода, восьми месяцев, можно объяснять малышу, что маме больно. Можно в момент, когда он прикусил грудь, можно забирать у малыша грудь, объяснять ему и только после этого давать. Если малыш более маленький и объяснить ему будет достаточно сложно, он еще просто-напросто не поймет, что больно, и делает, возможно, это рефлекторно, потому что сейчас тенденция все-таки идет к тому, что зубки появляются достаточно рано у деток. Что мама должна сделать? Она может воспользоваться теми же самыми защитными накладками на соске, о которых я говорила, покажу их еще раз. Это те накладки, которые будут минимизировать вот то механическое повреждение от зубов малышей. Плюс они, конечно, будут снижать болевой порог у мамы, если малыш все-таки будет продолжать кусать грудь. Но здесь, наверное, больше такой педагогический подход со стороны мамы для старших детей и подход по устранению этих ощущений для мамы для более младших. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от застоя молокоотсосом электрическим? Любой застой молока – это в первую очередь комплексное лечение. Нельзя пытаться избавиться от застоя только при помощи молокоотсоса. Если вдруг появляется застой, ему предшествует нагрубание. Если на этапе нагрубания мы не смогли решить эту проблему и произошла вот та самая закупорка молочных протоков, это приведет к тому, что обязательно будет застой. Что мы делаем? Конечно, это контролируем прикладывание малыша. Мы прикладываем малыша к груди достаточно часто. И лучше всего это делать таким образом, чтобы подбородок ребенка располагался в сторону застоя. Мама может менять позы во время кормления. Это тоже очень хорошо помогает. Помимо этого, если есть застой, то мы покормили ребенка. Если это не помогает, мы делаем теплый компресс и используем теплые термонакладки. Прикладываем их на 15 минут, на 10-15 минут в среднем. И затем мы можем сцеживать молоко. Если молоко не идет, мама испытывает все равно дискомфорт, тогда мама может прибегнуть, это в более таких серьезных ситуациях, мама может прибегнуть к массажу. Мама располагает свои пальцы за место застоя и вибрационными движениями пытается от грудины в сторону соска, скажем так, разогнать этот застой, который есть. Вот такой массаж вибрационный, он помогает и провоцирует тот самый отток, о котором я уже говорила. Но лучшее, конечно, средство лечения любых застоев – это регулярное кормление малыша. Потому что так как малыш справляется с застоем, ни один молокоотсос не может справиться. Если малыш все-таки не высасывает какую-то часть и застой остается, тогда это массаж и молокоотсос. Вопрос был именно про электронный. И здесь хотелось бы сказать о том, что в этом случае мы используем минимальное время на стимуляцию и максимальное непосредственно на сцеживание. И мы не просто сцеживаемся, как сцеживались бы в обычной ситуации, мы параллельно пытаемся еще проводить массаж той области, в которой у нас есть застой. Следующий вопрос. Как правильно подобрать накладки на грудь? Я так понимаю, что вопрос именно о защитных накладках, потому что все остальные, они идут стандартных размеров и в принципе не нуждаются в каком-то дополнительном подборе. Что касается защитных накладок, то, как я уже сказала, они есть двух размеров – малые и средние. Малые они подойдут, но если вот прям очень простыми словами, то они подойдут для тех женщин, размер соска которых не превышает размера мизинца. Можно в принципе так и сравнивать. Если сосок соответствует примерно размерам мизинца, то подойдут малые накладки. Средние накладки подойдут для тех женщин, размер соска которых как большой палец. Подбирать накладки очень важно по размеру, потому что если мы подбираем накладки, и она не соответствует размеру соска, она слишком большая либо маленькая, это однозначно будет приводить к проблемам во время кормления. Чтобы этого не было, мы подбираем правильную накладку. Есть еще способ, когда мы замеряем окружность соска и подбираем именно по размерам. Но здесь нужно проявить уже смекалку и замерить непосредственно сантиметровой лентой. Удобнее, конечно, судить по размеру, по размерам пальца. Как правильно одевать на грудь накладки для кормления? Очень хороший вопрос, потому что от крепления накладки для кормления зависит то, насколько правильно малыш будет захватывать грудь в накладке. Опять возьму накладку, потому что лучше это один раз показать, чем много раз рассказать. Саму накладку необходимо располагать вот таким вот образом. Мы немножко выворачиваем область, в которой будет располагаться непосредственно сосок. Прикладываем накладку на грудь и расправляем крылья. Расправляем крылья, крепя их к груди. Если вдруг у мамы возникают какие-то проблемы с креплением, она может пару капель водички добавить на крылышки. Это поможет лучше прикрепиться к самой накладке. Накладка располагается вот таким образом, располагается горизонтально, и она должна достаточно плотно держаться на груди. После того, как мы прикрепили, могут быть какие-то незначительные сложности с ее держанием или креплением на груди. Но мы предлагаем малышу, и после того, как он совершает несколько сосательных движений, создается определенный вакуум, который более плотнее крепит накладку, и она уже располагается непосредственно так, как должна располагаться во время кормления. Боль в груди, жжет и болит сильно сосок. Из-за чего это происходит? Если болит непосредственно сам сосок, то, скорее всего, это наличие трещин. Если же вы не видите каких-то больших повреждений, то, возможно, это какие-то микротрещины либо покраснения непосредственно верхнего слоя кожи. Если грудь жжет и появляется болезненность, это вот как раз та самая ситуация, когда происходит инфицирование. Была какая-то ранка, в эту ранку попадает инфекция, плюс застой молока в груди приводит к образованию тех самых проблем, что может привести к маститу. Чтобы этого не было, конечно, сейчас, на данный момент, очень важно справиться с застоем, который есть, и правильно ухаживать за грудью, так как мы ухаживаем за ней при наличии трещин и при наличии лактостаза. Если с этой ситуацией не удается справиться в течение суток, вы, допустим, сцеживали, но комок остается, или вот это место болезненности в груди остается, грудь также жжет, и продолжается вот эта боль, которую вы описываете, то терпеть эту боль больше 24 часов нельзя, так как за это время может сформироваться уже такой хороший мастит. Поэтому лучшая рекомендация, которая может быть в этом случае, это обратиться к вашему доктору и пройти полное обследование и пройти то лечение, которое назначит специалист. А если ребенок чмокает, то тут возможны проблемы с уздечкой. Что касается причмокивающих движений во время кормления, то здесь такая ситуация с двух сторон может быть. Первая ситуация — это когда малыш все-таки неправильно прикладывается к груди, и он это делает просто потому, что мама неправильно прикладывает его. Чтобы исключить вот эту ситуацию, мы следуем следующим советам. Мы садимся комфортно, так как удобно нам, мы прикладываем ребенка к груди, а не сами стараемся как-то приложиться к ребенку, мы дотрагиваемся до уголка рта ребенка, ребенок широко открывает рот, мы пытаемся дать ему грудь, чтобы он захватил не только сосок, но и реолу, желательно большую часть снизу. Если даже при правильном прикладывании вы видите, что губки ребенка развернуты, что он правильно держит грудь, щечки надуты, но есть вот этот причмокивающий звук, то есть большая вероятность того, что у малыша короткая уздечка. Здесь вопрос решается непосредственно с педиатром, который наблюдает малыша. Во многих ситуациях это так и оставляют до определенного возраста и потом решают этот вопрос. В некоторых ситуациях, когда это сильно затрудняет вопрос, решается непосредственно в тот момент, когда мама обратилась. Ну и плюс вот таких причмокивающих звуков может быть еще в том, что размер соска мамы не соответствует размеру житовой полости малыша. И вот тогда тоже есть сложность с прикладыванием и с теми звуками, которые вы слышите. Вот здесь рекомендация какая? Если не удается наладить прикладывание, то можно попробовать покормить ребенка какое-то время в защитных накладках. Если ситуация решается и со временем малыш тоже растет, он развивается и прикладывается к груди самостоятельно нормально, мы сразу же убираем накладку. Долго в накладках кормить нельзя. Сколько по времени можно ходить без бюлгалтера? Что касается поддержки молочных желез во время кормления, и грудное вскармливание само по себе накладывает на маму такие определенные обязанности. Она обязательно должна соблюдать те рекомендации, которые есть по уходу и носить правильное нижнее белье. Молочная железа не держится на каких-то мышцах, она крепится непосредственно к фасции и не имеет своего какого-то поддерживающего аппарата. Поэтому очень важно носить бюлгалтер, особенно во время грудного вскармливания, когда молочные железы становятся достаточно объемными. Помимо этого, нагрузка на спину женщины тоже увеличивается. И вот здесь, чтобы не было этих проблем, рекомендовано ношение бюлгалтера. Если мама чувствует, что ей некомфортно, что она устала, она, конечно, может его снимать и какое-то время находиться без него. Но опять-таки она должна понимать, что не имея своего поддерживающего аппарата, это может привести к каким-то эстетическим сложностям в дальнейшем. Поэтому если вы устраиваете такие воздушные ванны и не носите бюлгалтер какое-то время, в среднем это не должно быть больше часа. Ну и в ночное время здесь каждая мама решает вопрос самостоятельно, так как ей удобно. Она, в принципе, она может спать без нижнего белья. Следующий вопрос. Сколько раз можно сцеживаться в день электронным молокоотсосом, если ребенок не съедает полностью? Нет никаких запретов на сцеживание и нет рекомендаций, сколько раз можно, а сколько нельзя. Если ребенок постоянно на грудном вскармливании, мы его кормим грудью, он съедает столько, сколько съедает, но вы все равно даже после кормления испытываете чувство дискомфорта, чувство распирания в молочной железе, то вы сцеживаетесь до комфортного состояния. Нельзя сцеживаться полностью, потому что и так объем молока получается гораздо выше, чем и больше, чем нужен малышу. А если мы будем сцеживаться до последней капли, и сцеживаться постоянно, это в конце концов приведет к тому, что молока станет еще больше. Чтобы этого не было, мы сцеживаемся до комфортного состояния. Как только вы почувствовали какой-то дискомфорт, или, допустим, малыш поел из правой груди, а левой вам еще его кормить предстоит только через 2 часа, но вы уже чувствуете дискомфорт, вы можете сцедить ее до того самого комфортного состояния, когда это не будет вызывать у вас каких-то болезненных ощущений. Сколько раз можно так делать в день, решаете вы, не допуская нагрубания застоя, и не допуская тех самых некомфортных ощущений, которые могут возникнуть при переполненности груди. Сколько раз можно сцеживаться в день электронным молокоотсосом? Я уже прочитала этот вопрос. Как собирать молоко из второй груди во время сцеживания? Самый лучший вариант для сбора молока во время сцеживания одной груди, это использование накладок для сбора молока из второй груди. Мы берем накладку, прикладываем ее к груди, она может держаться при помощи бюстгальтера, а вторую грудь сцеживаем. То молоко, которое мы собрали в накладку, если предварительно мы ее простерилизовали, так как нужно это делать, мы можем также сохранять и кормить ребенка этим молоком. Если вы эти накладки используете как вентилируемые, то желательно, конечно, так не делать, и вот то молоко, которое скапливается, вы просто его выливаете. Если сцеживаетесь, и это вот такая одноминутная какая-то процедура, молоко не находится там достаточно долго, вы можете также им пользоваться. Больше вопросов нет. Большое спасибо за то, что остаетесь с нами. Хотелось бы напомнить о том, что если у вас возникают какие-то вопросы, если есть сложности с грудным вскармливанием, вы всегда можете обратиться на телефон, нашей горячей линии. Наша горячая линия работает с понедельника по субботу с 9 до 7. Специалисты медицинского профиля обязательно ответят на ваши вопросы. От себя я хочу добавить, что уход за грудью, он играет колоссальную роль. И хочу пожелать вам, чтобы грудное вскармливание приносило вам только радость, и не было никаких проблем. Спасибо за то, что вы с нами, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...